Об уроках истории для современных украинцев говорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях Татьяна Бевс, главный научный сотрудник отдела социально-политической истории Института политических и этно-национальных исследований имени Куроса. Татьяна Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте немножко вернемся в историю. Почти на сто лет. Что же тогда означало воссоединение УНР из УНР? Ну, в первую очередь, наверное, сегодня нужно сказать о столетии независимости. Впервые, потому что сегодня сто лет, как четвертым универсалом Центральной Рады, было провозглашено столетие Украинской Народной Республики. Она стала независимой и самостоятельной. Через год, в 1919 году, состоялся Акт Злуки, Акт Объединения. Этот процесс, не один акт, не один день 22 января. Это очень длительный процесс, который начался еще начиная из Руси, потому что вот земли Руси объединил Ярослав Мудрый и Богдан Хмельницкий на протяжении всей истории. И даже период Украинской революции эти вопросы поднимались на протяжении и Центральной Рады, и Гетьманата, и директории, потому что все территории Украины были разобщены, они находились в составе разных государств. И вот инициатива объединения этих частей Украины, она звучала и в прессе, она звучала среди мыслителей и деятелей Центральной Рады Западно-Украинской Народной Республики, деятелей политических партий. И впервые, наверное, вот эта идея, осознание, она дала возможность, когда состоялся листоподовый взрыв, ноябрьский взрыв, 1 ноября, когда была создана Украинская, Западно-Украинская Народная Республика. По существу, Западно-Украинская Народная Республика выступила в качестве инициатора, потому что сразу первым действием, что она сделала, она отправила телеграмму Украинской Народной Республики, сказав, что это мы отправляем вам информацию о том, что произошло вооруженное восстание и отправляем вам в столицу Соборной Украины. Татьяна Анатольевна, ну вот и Ярослав Мудрый, Богдан Хмельницкий, вот эти все факты, которые вы перечислили. Но как же, как вы думаете, у российской пропаганды поворачивается язык говорить о том, что Украина это случайное явление, которое произошло как бы вот в процессе исторических событий, но такое незначительное событие? Ну, я думаю, что аргументы относительно того, что Украина это государство, которое существовало, которое имеет свою древнюю историю, начиная с Руси, еще подчеркиваю. И хочу сказать, что вот те пропагандистские силы, которые сегодня пытаются доказать, что истоки русского государства – это российское государство. И они начинают говорить о том, том же президент России Путин, что Анна Ярославовна – это гнягения русская. Он еще продолжает так говорить после скандала, который был после его службы? Безусловно. Вы понимаете, или несколько дней назад министр иностранных дел Лавров заявил о том, что мы вызнаем целостность Украины, но без Крыма. То есть вот эти и договор нарушен, и моменты, которые связывали Украину и Руси. И вообще это, наверное, цинизм в отношении политики. Отвечая на ваш вопрос, что все-таки Украина была государством. И во времена Руси, и во времена Богдана Хмельницкого, вообще казачество – это этап украинской государственности. В те годы тоже было влияние Кремля и влияние Москвы в плане информационной войны. Вы как считаете, было? Безусловно, конечно. Это можно проследить и по прессе. Это касалось не только то, что издавалось в России, а очень активно в этом отношении действовал такой деятель, как Виталий Шульгин. И его печатное издательство, и газета, которая называлась «Киевлянин». Они полностью занимали пророссийскую позицию, и они активно боролись против и Украинской Центральной Рады. Вообще они не считали, что украинцы могут создать свое собственное государство. Что они там писали? Давайте проведем параллели между тем, что писали тогда, по поводу этого факта, что вы назвали, и пишут сейчас. Вы знаете, очень много похожих информаций относительно того, что Украина не состоится как государство. Но я хочу вернуться немножечко раньше и сказать, что еще в 30-х годах 19-го столетия был такой ученый-картограф Георг Коль, который сказал, что Российская империя распадется. Это было в 30-х годах, подчеркиваю, 19-го века. И Украина будет создана как самостоятельное государство. И если говорить про другие, допустим, те, кто... Я прошу прощения, уточню вас. Уж, коли вы говорите, что он был картографом, предложил ли он границы будущей Украины? Да. То есть говорить точно, очертить границы на протяжении 19-го и 20-го, допустим, уже когда там Мирон Кордуб в 1918 году издал книгу по территории Украины, там была значительно точнее территория Украины. И я должна сказать, что эта территория Украины, она была значительно шире, чем сегодня территория Украины. Как вы думаете, какие уроки истории должны были извлечь украинцы, сегодняшние вот наши с вами современники, чтобы ошибки не повторялись? Ну, наверное, не только украинцы, а политики должны ценить территориальную целостность и несовисимость государства. То есть это самое главное. Снова провожу аналогию из 1917 года, когда деятели Центральной Рады не поняли ценность защиты Отечества. Точно так же, наверное, когда подписывался Бутапешкинский меморандум в 1994 году, и тоже политики современные считали, что никогда история не вернется. Она, к сожалению, не возвращается. Спасибо за вашу точку зрения, спасибо за экскурс в историю. Это, безусловно, было очень важно. И будем надеяться, что те люди, от которых в этой стране что-то зависит, будут действительно читать историю и учитывать ее уроки. Спасибо вам. Спасибо. Татьяна Бевс, главный научный сотрудник отдела социально-политической истории Института политических и этнонациональных исследований имени Куроса, была гостью вечерних новостей на ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова